Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение». Коммерческий банк «Хлынов». Лето, отпуск, рыбалка, путешествия. А как же дача? У нас крыша протекает и забор нужно доделать. Да ладно тебе. В банке «Хлынов» для решения наших дачных вопросов есть специальный кредит. Дачный. И крышу тебе починим, и забор доделаем, и на юг съездим. Обещаешь? Обещаю. Банк «Хлынов» не обещает, а делает. Кредит дачный. Для дачи и не только. Подробности в офисе банка. Коммерческий банк «Хлынов». Открытое акционерное общество. Лицензия ЦБРФ номер 254. Особое мнение на 101FM. Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Марина Копырина, президент адвокатской палаты Кировской области и заместитель секретаря общественной палаты Кировской области. Марина Николаевна, добрый день. Добрый день. Слушатели в начале программы, по традиции, напоминаю о том, что на сайте «Хакирова.ру» есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, мы там заранее анонсируем программу «Особое мнение» с гостем, с ведущим. И есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос. Марина Николаевна, вот вам есть вопрос от Софьи. Такой объемный. Что вам дала и дает работа в общественной палате? И что вы дали палате? Интересно это, Софья. Да, вопрос, конечно, очень интересный. Я, конечно, могу сказать, что мне дает работа в общественной палате, потому что это, во-первых, чувство удовлетворения, потому что если мы начинали, я уже вот два созыва в общественной палате. Первый созыв, когда мы только начинали работать, общественную палату, в общем-то, и не знали, и не слышали, и, в общем-то, и жители Кировской области, и правительство Кировской области, то на сегодняшний день ситуация изменилась, стали слушать нас, стали наши заключения общественной экспертизы принимать во внимание при решении вопросов о принятии законопроектов. Ну и по другим вопросам, в общем-то, с мнением общественной палаты стали считаться. Я не говорю, что это прям все идеально стало, и буквально на каждом шагу нас спрашивают и слушают, но тем не менее. А говорить о том, что я дала общественной палате, мне, конечно, очень сложно. Я, в общем-то, два созыва работаю в одной комиссии, это по общественной экспертизе законопроектов, этике и регламенту. И потом думаю, что о том, что я дала палате, наверное, проще спросить у моих коллег, которые работают со мной в общественной палате и у секретаря общественной палате. Мне сложно как-то оценивать свою деятельность в общественной палате. Ну вот очень заметные стали в последнее время обсуждение законопроектов, которые потом выносятся на заседание, к собранию. Как происходит эта работа, обсуждение? Насколько она важна? Заксобрание может, конечно, не прислушиваться. Дело в том, что общественная экспертиза некоторых законопроектов, это обязательно условие, это требование закона, поэтому без них Заксобрание не может решать вопросы и не может рассматривать законопроект, если нет заключения общественной экспертизы, общественной палаты. Поэтому обсуждение происходит при заседании нашей комиссии. На заседание мы можем пригласить лиц, которые являются там экспертами или специалистами, если вопрос, в общем-то, такой требующий особых познаний. Ну и заключение у нас выносится, поскольку я считаю, что мы все-таки представляем и выражаем интересы общества, потому мы общественная палата, мы выносим заключение в интересах общества, то есть вот что, на наш взгляд, необходимо для жителей Кировской области. И наше заключение зачастую, в общем-то, не то, что от нас хотят и ждут те, кто представил законопроект на прохождение в Заксобрание. Вот последний раз, в частности, касается проведения митингов, шедствий, собраний и так далее, в общем-то, мы дали отрицательное заключение на этот законопроект. Я понимаю, что нас не всегда слушают, не всегда прислушиваются, но, тем не менее, мы свое мнение выражаем. И считаю, что, в общем-то, это мнение, в общем-то, мнение жителей Кировской области. Ну, законопроект, как известно, в первом чтении на последнем пленарном заседании депутаты приняли. Да, я тоже слышала об этом, конечно, очень огорчилась, потому что, когда вопрос касался, допустим, изменения процедуры формирования общественной палаты Кировской области, тогда, в общем-то, Андрей Леонидович тоже собирались принять в двух чтениях сразу законопроект. Он, в общем-то, выступил, депутаты его услышали и, в общем-то, тормознули принятие этого законопроекта, в общем-то, подкорректировали, сделали так, как оно должно бы работать нормально. А вот здесь, к сожалению, в первом чтении прошел действительно. Но вот, на мой взгляд, я думаю, что еще там поработают, и комиссии какие-то предложения будут. Но в таком виде, в каком вот он пошел, его принимать не следует, по моему мнению. Потому что там, действительно, у нас Киров очень компактная территория, плотность застройки, и получается, что вот если те изменения пройдут, которые вносятся, то практически у нас негде проводить такие мероприятия. Еще одна тема, еще одна проблема, с которой, собственно, обратились инициативные граждане в общественную палату, а вернее, это жители дома номер 7 по улице Мопро, это факт стройки по адресу Казанская, 24. Тема, которая обсуждается, последние месяца уже два. Стройка там приостановлена на данный момент. И вот поступило обращение в общественную палату, и, по всей видимости, общественная палата будет как-то еще в прокуратуру обращаться. Или уже обратилась? Это уже сделано, да, это обсуждалось у нас на заседании Совета общественной палаты. Мы приняли решение обратиться в прокуратуру, поскольку это, в общем-то, вопрос значимый для жителей Кировской области. Письмо было отправлено с просьбой, значит, принять меры прокурорского реагирования и с просьбой вот по результатам предоставить нам ответ. Но пока вот ответа этого мы не получили, но я думаю, что работа эта, в общем-то, идет. Но позиция палаты, она однозначна, стройка незаконная. Ну вот в той этажности, в которой она на сегодняшний день... Этажность не должна быть превышена. Да, 12 этажей, как они говорят, что один это цокольный, и технический этаж, как этажи считают, что у них согласовано было 9 этажей, что-то все нормально. В общем-то, если там 10-12 метров здания, то никак оно не должно быть 33 этажа. То есть та часть города, в общем-то, должна быть в той норме, в которой она выстроена на сегодняшний день. Это историческая часть города, поэтому, в общем-то, они должны считаться не только со своими коммерческими интересами, но и с интересами жителей Кировской области. Есть какие-то сроки ответа от прокуратуры? Ну, там месячный срок обычный. Это по существу уже должен быть ответ по принятым мерам? Да, или если нет окончательно результата, допустим, я ведь не знаю, насколько у них там, может быть, какие-то материалы, проверки идут, может, какое-то уголовное дело возбуждается, всякое ведь бывает. Поэтому в этом плане они промежуточный ответ все равно месячный срок должны дать. Ну, о деятельности прокуратуры я вас еще спрошу чуть позже. А теперь хотел бы затронуть такую трагичную тему. Накануне в нашем городе произошел очередной случай гибели человека в отделении полиции. Мужчина, как сообщили СМИ, 38-летний, приговоренный за неуплату штрафа к 7 суткам административного ареста, скончался в спецприемнике вчера утром. Ну, понятно, что такого быть не должно. Вообще, как избежать-то таких факторов? Вы знаете, я вот это к трагедии не отношу на сегодняшний день, и вот именно вот этот факт. Потому что, вот согласитесь, если бы вот эта ситуация произошла в обычных бытовых условиях, то человек бы спал дома, и с ним случился инфаркт или инсульт, то, в общем-то, никого бы это не заинтересовало, никакой огласки бы не произошло. Поэтому, конечно, надо разбираться в ситуациях. Я понимала, когда факт смерти, допустим, связан со злоупотреблениями работников там полиции, тогда, да, действительно, надо бить во все колокола и тревогу бить. Но вот по этому факту я тоже посмотрела как бы всю информацию, которая есть вот на сегодняшний день в прессе. Там, в общем-то, ничего, кроме самого факта, что скончался мужчина утром 8 июля, в общем-то, никаких фактов нет, что там какие-то злоупотребления со стороны сотрудников, еще чего-то. Конечно, говорить о том, что там реально произошло, можно только после того, как будет проведена медицинская экспертиза, которая на сегодняшний день, в общем-то, и проводится. Но вот в той ситуации, вот насколько у меня есть информация, что там злоупотребления со стороны полиции не было, это, в общем-то, рядовой бытовой случай. И могло это же случиться, если там инфаркт или инсульт, это в обычных домашних бытовых условиях. А сам факт того, что человек на 7 суток за неуплату административного штрафа, не слишком ли? Жестко. Насколько я помню, кодексом еще предусматриваются обязательные работы, общественные работы. Там ведь, видите, там выносит решение мировой судья, который, в общем-то, с учетом личности, с учетом всех обстоятельств дела и определяет меру наказания. Поэтому мне сложно судить, почему именно такое наказание внесено. Я не видела материала в дело. Но если говорить о том, что вот именно административный арест, то, скорее всего, товарищ, который либо не работал, либо не имеет источника доходов, то есть там ни штраф, ни иные работы, которые могли бы быть к нему применены, в итоге были бы неисполнимы. Поэтому вот когда вот такая ситуация, в общем-то, по-другому не наказать, тогда прибегают к административному аресту. Статистика таких случаев по стране, ну, достаточно серьезная. Вот как у нас коллеги с Эхо Москвы сообщили, за первые полгода этого года 125 случаев таких зафиксировано вообще по стране. Ну, довольно серьезная цифра. Ну, вот я говорю, что надо в каждом конкретном случае разбираться. Потому что если это действительно вот поместили, насколько там информация, что он не жаловался, никаких там претензий к своему здоровью не высказывал, и, в общем-то, и у сотрудников, которые, в общем-то, осуществляли контроль за его нахождением в этом спецприемнике, тоже не было никаких оснований, в общем-то, для тревоги, если он сам не подавал, значит, никаких заявлений о том, что ему там плохо. Когда он об этом сказал, в общем-то, сразу приняли меры, вызвали скорую помощь, пытались там сами ему первую помощь оказать. Поэтому, если действительно, потому что бывали ведь случаи, вот по Кирово-Чупецку в 14-й, по-моему, год или 13-й, там, когда действительно были сомнения в правомощности действий сотрудников полиции, там и проверка проводилась, по-моему, даже уголовные дела возбуждены, то здесь вот в этой ситуации и эти 125 случаев тоже ведь не факт, что каждый раз они были связаны с чем-то там, ну, будем говорить, криминальным. Возможно, тоже это вот такие рядовые бытовые, когда вдруг стало плохо, опять же говорю, вот чаще всего это сердцем проблемы, это инсульты, которые, в общем-то, вот и погода на сегодняшний день этому способствует, давление такое у нас дожди постоянное, то жара, то холодно, поэтому сложно говорить. Ну, в народе бытует мнение все-таки, что, как говорится, рука руку моет, все равно своих прикроет сотрудников полиции, согласны с этим мнением? Нет. Или это достаточно сложно сделать? Я не думаю, что это действительно так, потому что, во-первых, есть судебно-медицинская экспертиза или медицинская экспертиза, если там не в рамках уголовного отдела. Медики ведь совершенно не заинтересованы, так сказать, обелить сотрудников полиции, поэтому там реально что есть, то и будет. То есть они экспертизу покажут, допустим, это было от сердечного приступа, или это, допустим, там от удара, или там душения, или еще какие-то признаки смерти. Насильственная эта смерть была, или это смерть, в общем-то, от, ну, обычно бытовая, от того, что состояние здоровья вдруг ухудшилось. Может, все-таки стоит как-то увеличивать тот же самый общественный контроль вот за отделениями полиции, за тем, как содержится, в каких условиях, чаще навещать, изучать, как общение строится? У нас есть это общественно-наблюдательная комиссия, которая, в общем-то, я думала, ну, по крайней мере, у нас в регионе, она работает очень активно. И они и выезжают, и в колонии смотрят, как содержатся осужденные, и здесь в изоляторы временного содержания, в общем-то, и в ВВС, там, где в районных отделах они есть, они их тоже проверяют, смотрят, насколько там условия. Но чаще всего замечания у нас не к тому, как содержатся, а в каких условиях содержатся. Но это, в общем-то, уже не особо зависит от сотрудников полиции, потому что для того, чтобы вот те нормы соблюдать, которые там требуют закон, это необходимы денежные средства. Сами понимаете, что в условиях кризиса, в общем, даже если бы хотели, строить не на что. И чаще всего претензии к нормам по площади, допустим, содержания, а не к тому, как содержатся. Еще давайте вот в этой судебной прокурорской тематике останемся. Как известно, Первомайский районный суд отказался принять иск прокуратуры о незаконности продажи участка земли в четыре с лишним гектара, которые многие считают частью Парка Победы. Суд назвал иск неподсудным. Ну, вот, не знаю, в понимании обывателя что-то происходит, что-то такое совершенно непонятное, как это. Иск неподсудный. Разбирались в этом вопросе? Я, честно говоря, не в курсе этой ситуации. Но, исходя из того, что территория Парка Победы, она действительно территория Парка Победы, и даже там, если какое-то межевание происходит, этого земельного участка на отдельные участки, то цель назначения этого земельного участка, она должна оставаться все равно той же. То есть это земли общего пользования. Любой житель Кировской области может им воспользоваться. И у нас есть 85-я земельного кодекса, статья, которая предусматривает, что такие земли не подлежат приватизации. То есть они не должны отчуждаться. Эти земли могут быть, допустим, находиться в территории поселения, в рекреационной зоне, ну, в любых, в общем-то, как у нас она называется, зонированные территории, статья 85-я. То есть в любой зоне, к которой отнесены эти, но назначения их само не должно меняться. То есть если они были землями общего пользования, то они этими землями должны оставаться. А если там, вот насколько я знаю ситуацию, речь идет о том, что они размежевали этот земельный участок и часть участка продали, то, в общем-то, этого не должно быть. И я не знаю, почему Первомайский суд вдруг отказался. Может быть, это не совсем достоверная информация, потому что у прокуратуры, как у, будем так говорить, контролера законности в области, у них есть право обращаться с иском в суд в интересах неопределенного круга лиц. В том числе вот и по этой ситуации стоят вопросы о признании, там, не знаю, как отношения оформлялись, договор купли-продажи, там, каким образом этот земельный участок... Ну, фигурирует в СМИ вроде как договор купли-продажи, да. Вот, поэтому в этом плане у прокуратуры право есть на обращение. А почему Первомайский суд отказал? Может быть, там не совсем качественно оформлено исковое заявление, может, не с теми исковыми требованиями обратились. В общем-то, сложно, конечно, опять же, не видя документы. Ну, по словам представителей прокуратуры, они все-таки будут добиваться доведения дела до суда, и вы полностью поддерживаете, да? Я считаю, конечно. Но тут, наверное, претензии-то все-таки к депутатам еще городской думы, которые в свое время меняли назначение этой зоны. Вы знаете, вот у меня, конечно, вызывают определенные сомнения, насколько у нас депутаты городской думы, потому что как-то вот к ЗАГС-собранию все-таки претензий меньше. А городской думы, насколько я вот знаю, сколько протестов прокуратуры было, и по поводу вот застройки налоговой инспекции там в районе ДК железнодорожников, здесь, значит, протест, еще куча протестов вот именно по городской территории, по деятельности гордумы и городминистрации. Иногда создается впечатление, вот пусть меня простят мои коллеги, правовой отдел чем занимается? Потому что, по большому счету, не видят нарушения закона очень сложно в этой ситуации. И когда они принимают решения, они ведь тоже это видят. Но, тем не менее, вот такие решения почему-то проходят. Таких случаев масса. К сожалению, да. Когда вопросы, претензии. И понимаете, когда это решается, вот так сказать, на первичном уровне, это же проще решить правильно и по закону, чем когда вмешивается прокуратура, там уже наворочено всего, как вот Казанский 24, допустим, застройка, там уже и земельный слой снят, который представляет определенную ценность. И работы, по сути, начались, приостановлена стройка. Это сложнее решать вопросы, потому что и застройщик понес определенные затраты. Насколько реален сейчас вот в нашей ситуации, на ваш взгляд, отмен, а точнее ликвидация, аннулирование этого договора купли-продажи? Многие на это надеются, об этом говорят и, в общем-то, считают... Я, конечно, не видела документов, но я считаю, что парк Победы, он и должен оставаться парком Победы. И пусть там даже, если для каких-то целей там, может быть, необходимо было размежевать этот земельный участок, то все равно назначение этого участка должно остаться землей общего пользования. То есть люди должны пользоваться, как пользовались. У нас не так много территорий этих осталось в городе, где реально можно отдохнуть, где можно погулять с детьми и, в общем-то, показать красивое место ребенку своему. А как оцениваете деятельность активистов, которые собирали подписи, более 6 тысяч подписей, передали их в администрацию президента? Ну, слава богу, что у нас есть вот такие неравнодушные, которые видят вот эти нарушения, и когда вовремя, не совсем вовремя, но тем не менее вмешиваются. Это вот и касается Дворца пионеров, когда там тоже благодаря вмешательству активистов к нам в общественную палату обращались и в город, и везде, в общем-то, куда можно было, туда и обращались, чтобы каким-то образом среагировать на эти незаконные действия. Это скорее такой общественный резонанс, нежели реальная помощь той же прокуратуре, потому что там все в рамках закона. Ну, понятно, что общественники, даже ночной дозор, патруль наш, который работает, они тоже, по сути, добровольные помощники, и они реальных каких-то властных полномочий не имеют. Поэтому и все выступления общественности, ну, по крайней мере, когда внимание привлечено, когда пресса освещает события, то, я думаю, уже, в общем-то, более тщательно и более законно будет решен вопрос. У прокуратуры, как известно, и к тому же у федеральной антименопольной службы есть претензии и к инвестиционному соглашению на реконструкцию центрального рынка, инвестиционное соглашение на заключенную с компанией БСП «НВС-Плюст». Там должен, напомню, появиться универсальный рынок с торгово-развлекательным центром, вот так называется, проект. У правоохранителей, в частности, есть сомнения в том, что компания сможет выполнять все условия этого соглашения. Обоснованы вот эти такие опасения, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что это не случайно. И опасения, наверное, обоснованы, потому что вот район застройки ипподрома, когда там две коробки возвели, и строительная компания исчезла с успехом, потратив наши денежки. Поэтому, когда у нас вот не наши строительные компании, а, ну так, извините, скажу, заезжие молодцы начинают строить, да, всегда возникает сомнение, насколько это реально потом доведут до конца. Потому что, понятно, землю они получат в центре, земельный участок, будем говорить, имеет большую стоимость, место очень выгодное. То есть то, что им надо, они реально сделают. А потом то, что они обещают городу, выполнят или нет условия. Поэтому мы, когда вот этот вопрос обсуждали тоже, это зависит все от того, насколько заключено соглашение, что в соглашении прописано. Хотя даже вот с учетом того, что и в соглашении может быть ряд моментов отмечен, то есть что там они обязаны, допустим, столько-то мест предоставить для торговли на рынке, допустим, там 50 или 100, да, ну так я образно говорю, количество мест, то реально потом можно ли будет с них, даже если они не будут исполнять добровольно, в принудительном порядке заставить их исполнить это соглашение. То есть это, в общем-то, вопрос такой открытый. Там прокуратура еще ссылается на то, что при уставном капитале 100 тысяч, простите, 10 тысяч рублей, там сумма санкций 70-70 миллионов, ну как-то подозрительно. Ну, обычная ушка, то есть для того, чтобы открыться, зарегистрироваться, достаточно в уставный капитал внести такую сумму, а потом сами понимаете, что обращать взыскание 10 тысяч, это не та сумма, которая может реально покрыть какие-то расходы. Ну, а сама идея реконструкции центрального рынка, как вам? Вот из того, что вы видели, читали, представили себе? Ну да, сама эта идея, если бы оно действительно так случилось, как планируется, это же, конечно, в центре города будет нормальный цивилизованный торговый центр, торгово-развлекательный, то есть там сохранятся места для работы индивидуальных предпринимателей, плюс к тому еще появятся дополнительные условия, услуги, это было бы, конечно, здорово, только как оно реально будет. С кого спросить потом? Да, с кого спросить, потому что с таким уставным капиталом, и чаще всего потом оказывается, что брать-то не с чего. В последнее время тоже еще обсуждается широко ярмарка на Комсомольской, ее будущее, по данным городской администрации, 31 августа этого года, ну, все, заканчивается срок ее. Пребывание на этом месте в планах все-таки там возведения парковки, парковки платной. Вот ваше мнение по этому поводу. Ну, я, знаете, здесь, наверное, буду говорить как обыватель, как покупатель вот этого рынка. Я бы вот была заинтересована в том, чтобы этот рынок был сохранен. Вы там лично приобретаете? Я лично там приобретаю фрукты, всегда благодарю, хоть муж говорит, что тебя обсчитывают, обвешивают, и ты говоришь спасибо. Бог с ним даже так, если. Но, по крайней мере, там всегда свежие овощи и фрукты, и всегда они намного дешевле, чем в других, даже вот по сравнению с другими рынками города, там почему-то цены всегда держатся самые дешевые. Ну, и же тем более с магазинами по сравнению. Да, с магазином тем более. Ну, и там есть право выбора. То есть, если ты приехал даже в просторы, у них, как говорится, там черешня одна лежит, и больше никаких нет других, будем так говорить, то здесь можно и выбрать и черешню, и вишню, несколько сортов у них бывает. Вот помидоры сейчас, допустим, пошли, да, тоже там свежие есть у них и южно-азербайджанские, и краснодарские, и наши тепличные красногорские. В общем, выбор есть. И цены, соответственно. И плюс еще места рабочие. По большому счету, вот, я не знаю, честно говоря, какое там количество, но пусть даже 30-40 человек, которые, в общем-то, с прекращением деятельности рынка опять будут выбращены, по сути, на улицу. Ну, по официальной информации, по информации вот этой компании, Вятка Рос, 200 человек порядка. Там трудятся. Они ведь, кстати, обращались в общественный палат в свое время. Я вот не помню такого обращения, честно говорю. Потому что вот то, что по центральному рынку вопрос поднимался, мы как бы рассматривали, насколько это реально и как там лучше оформить эти отношения. Вот по застройке незаконной в районе Дворца Пионеров, по налогову, эти обращения были. А вот по центральному нет. Вот, по-моему... По ярмарке. Да, по ярмарке это не было. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю. Может быть, просто мимо нашей комиссии прошло, может быть, кто-то другой рассматривал. Но я этого факта не знаю. В общем, вы как потребитель, покупатель заинтересованы в том, чтобы этот рынок сохранил. Я лично, да. А сам его внешний вид, сама внешность... Ну, вот может быть, конечно... Явно несовременная. Если бы... Можно ведь решать вопрос по-разному. Можно решать вопрос не о постройке там, парковки. Платные или бесплатные, неважно. Парковка-то ведь есть там. И в районе этого круга разворотного есть парковка. И там, в общем-то, есть места, где можно под парковку... А там жалуются на то, что жители ближайших домов просто-напросто ставят на этих парковках автомобили, и все. Приезжим нельзя уже. Но это вопрос уже другой. Это ведь все можно отрегулировать. Это ведь все зависит от администрации города, как они этот вопрос будут решать. И там, в том числе, ведь можно порешать вопросы о том, чтобы обиходить, будем говорить, эти рабочие места, рынок переоборудовать, поставить современные павильоны. Там это ведь тоже вопрос решаемый. Он будет нормально смотреться в городе. Ваш коллега, кстати, по общественной палате Николай Пехтин, он за то, чтобы там рынка не было, но чтобы было такое оборудование, оборудованное, хорошая аллея, с хорошей брусчаткой, чтобы можно было пройтись вот прямо к ЖД-вокзалу или от него идти и наслаждаться видами. Это, конечно, мечта. Ну, не буду грубо говорить, но тем не менее, вы сами понимаете, что реально этого никто не сделает. Если даже уж рынок и люди, которые там работают, могут убрать и не будут с ними считаться, то говорить о том, что там будет какая-то аллея, по которой мы будем ходить и наслаждаться, то это вообще маловероятно. Ну, невероятно даже. Как быть с предпринимателями, которые там работают? Им нужно предлагать альтернативу в обязательном порядке? Нет, ну, им будут, конечно, предлагать альтернативу в район Ганина или еще куда-то. То есть те места, куда никто из Кировчан ездить не будет. И все это реально понимают, что хотя вроде бы как предложения есть, то есть вроде бы как их не совсем лишают работы и рабочего места, но тем не менее то рабочее место, которое предлагается взамен, оно, в общем-то, очень неравноценно. Уполномоченный наш по защите прав предпринимателей Андрей Вавилов призвал этих предпринимателей все-таки присматриваться к площадям в торговых центрах, которые арендуются. он готов содействовать о том, чтобы арендная плата была подъемной как-то поменьше, даже готов организовывать некую школу современной торговли, то есть объясняется, ну, с привлечением специалистов, естественно, что вот есть еще форматы вот такой торговли, вот такая помощь. Пройдет? Ой, ну, понимаете, вот по большому счету они ведь почему торгуют вот именно в этом месте? Потому что там небольшая арендная оплата. И говорить о том, что там вот торговая площадь, да, конечно, там и вроде как и комфортнее, и места поприличные, и все, но тем не менее там арендная оплата гораздо выше. И говорить о том, что уполномоченный по правам предпринимателей какие-то вопросы решит, я понимаю, что он будет пытаться, но не факт, что собственник, который сдает в аренду эти торговые площади, его услышит и пойдет навстречу. Это все-таки бизнес. И поэтому он говорит, что там существенно будет снижена арендная оплата, в общем-то, маловероятно. Понятно, что можно там и маркетингу поучить, и еще там чему-то поучить, но они, в общем-то, в этом не нуждаются. Им, наоборот, нужно место, которое будет вот для них минимально стоить, аренда этого места. С другой стороны, сейчас огромное количество сдаваемых арендных площадей, может быть... Ну, сдаются они очень недешево. Пойти навстречу все-таки арендаторам. Нет, так они все равно будут, в принципе, вынуждены оттуда уходить и будут вынуждены искать торговые места. И в первую очередь торговые площади займутся, которые, в общем-то, предлагаются по разумной цене. Действительно, право выбора-то есть сейчас. На сегодняшний день очень много торговых площадей пустует. Я смотрю, даже такие вот брендовые марки типа Байлерса, которые, в общем-то, раскручены давно на рынке Кировском, да, они все-таки сокращают свои торговые площади и как-то концентрируются. Поэтому говорить о том, что у нас прям все замечательно и прекрасно, сложно. И думаю, что вот в условиях нашей экономики, может быть, арендатор сможет получить торговую площадь подешевле немножко, с учетом того, что их достаточно. И они не очень востребованы. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, что это особое мнение Марины Копыриной, президента Адвокатской палаты, простите, Кировской области, заместителя секретаря общественной палаты региональной. Пару минут, и мы вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы Особое мнение Коммерческий банк Хлынов. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа Особое мнение. В гостях у нас Марина Копырина, президент Адвокатской палаты Кировской области, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области. Про торговлю мы говорили, про рынки в том числе. Вот еще очередное веяние. Городская администрация планирует в ближайшее время установить такие открытые, красивые, ну уж не знаю, насколько красивые, павильоны для того, чтобы там на бесплатной основе садоводы торговали вот свои продукции из сада и огорода. Опять-таки идея убрать вот этих торговцев, которые сидят, ну, в частности, перекресток Карла Маркса. Труда, улица возле центрального рынка на Милицейской. Вот такие планы. Ну, знаете, с одной стороны, это может быть, конечно, хорошо, как бы, и культура торговли, так сказать, не на открытом воздухе и нигде попала в определенном месте. Но не факт, что бабушка, которая сейчас торгует на углу Карла Маркса, там, пойдет в этот павильон и понесет туда свою продукцию. Потому что, вот насколько я понимаю, они сидят близко к месту своего жительства. То есть вот она вышла во дворик, будем так сказать, или из двора своего дома, присела и продала там лишнюю там морковку или картошку или что там она вырастила на своем приусадебном хозяйстве. А для того, чтобы ехать в этот оборудованный павильон, чтобы продать эту картошку, она больше на проезд потратит. Тем более сейчас с ольгутами проблемы возникли. У кого-то они сохранились, у кого-то нет. Поэтому идея хорошая, конечно, но не настолько, я думаю, они будут востребованы. Если их там в разумных пределах сделают несколько в городе, может быть, смысл и есть. Причем надо тогда ориентироваться на те места и ставить их там, где на сегодняшний день наибольшее скопление. А администрация, кстати, об этом и сказала, что на традиционных происходных местах. Где они уже привыкли торговать, вот тогда, может быть, смысл еще и будет в этих павильонах. Потому что, в общем-то, и от непогоды прикрыты, и людям удобнее, как бы, в случае дождя, снега. До снега, они, конечно, в снег редко сидят зимой. Чаще всего, это, конечно, лето и осень. Поэтому идея неплохая. Только, опять же, у нас деньги найдутся или в городском бюджете? И когда найдутся? По данным администрации решается сейчас вопрос, где брать эти деньги. Но там, кстати, интересные условия. Торговать можно будет только вот своей, собственно, собственно выращенной. А вот как отслеживать, да, действительно? Ну, сегодня она принесла, там продала два ведра картошки. Может, она весь свою часть там выкопала и продает, потому что ей жить не на что. Это ведь не отследить. Поэтому даже если кто-то там будет и соседское продавать, и где-то потихоньку прикупать в деревне, где, допустим, там выращивают свои овощи у соседей, в принципе это ведь не доказать потом, что она уже не своим торгует. Никто там не будет сидеть и следить и отслеживать, кто какой объем там продает. Три морковки проданы там или 33 килограмма или три тонны. Не могу не поинтересоваться вашим мнением по поводу, ну, раньше это, конечно, были слухи, но теперь, видимо, уже в какую-то практическую плоскость все это входит. Это объединение двух крупнейших вузов в Кировской области, ВИАДГУ, в политех в народе называемый, и ВИАДГГУ, пединститут по старинке, да, мы называем его. Газета «Бизнес-новости» в Кирове в конце прошлой недели сообщила, что ректоры обоих вузов находились на неком совещании в Москве, и вот как раз-таки речь там велась о том, чтобы их объединить. Вы выпускница какого из двух? Ни того, ни другого. Ни того, ни другого. Я потому что заканчивала Свердловский юридический институт, сейчас это Уральская академия. Но, в общем-то, вопрос стоит не только об объединении наших двух крупнейших вузов, это, в общем-то, политика государства, будем так говорить. Министр образования Ливанов об этом говорит, в общем-то, что это будет проходить в стране. Многие вузы уже, московские там пять вузов желают объединиться. Но, во-первых, говорят о том, что это объединение якобы будут происходить добровольно, но хотя понимаю, что добровольно-принудительно у нас еще есть иногда исполнение объединения, что это решение совета в этих вузах должно быть о том, что они желают объединиться. Но здесь тоже, наверное, свои плюсы и свои минусы. Потому что, ну, понятно, когда объединяется и создается что-то более крупное, то и в более крупном можно решать более крупные масштабные задачи. Но, с другой стороны, когда объединяется, допустим, гуманитарный и технический ВУЗ, для меня не совсем... Разнопрофильный. Понятно, да, абсолютно разнопрофильный. Насколько процесс-то учебный там будет отрегулирован, или это будет чисто формальное объединение, а как учили, так и будут учить каждый в своем корпусе, либо каким образом там учебный процесс пойдет, для меня это совершенно непонятно. Ну и второй момент, это же опять вопрос кадров. Потому что понятно, что когда будут объединения, это будут сокращения. Потому что нереально сократить. Говорят о том, что вот это объединение связано с тем, что демографическая политика, что опять выпускников школ стало меньше, что из-за этого, в общем-то, и объединения. Но и по поводу сокращения, куда будут пристраивать тех преподавателей, которые, в общем-то, вынуждены будут покинуть ВУЗ? И в основном, я так полагаю, это ведь коснется молодых в основном преподавателей, потому что у нас определенные правила заложены в трудовом кодексе, и под сокращение подпадают тех, по сути, кто приходит последний. Ну а плюс-то в чем? Ну плюс только в том, что, я так полагаю, посмотрела, что будет какое-то финансирование там осуществляться дополнительно на период 2016 по 2020 годы. То есть, если под это объединение и под эти ВУЗы будут давать какие-то дополнительные денежки, то понятно, что на них можно что-то сделать. И в плане оборудования там помещений для учебного процесса, и в плане там приобретения каких-то, может, современных технологических средств, там еще что-то. Но вот в этом плане плюс, наверное, будет. По словам ректора Авиакского социально-экономического института Владимира Сизова, это будет такая монополия. Он против монополий. Против монополий. Ну, разделяете. Монополия-то сложно сказать, потому что ведь все равно у битуриента есть право выбора, куда он пойдет. Либо в этот крупный ВУЗ, либо он пойдет в маленький ВУЗ. Ведь у нас есть и небольшие ВУЗы, которые, в общем-то, очень хорошее качественное образование дают, и к ним нет абсолютно никаких претензий. Не у государства, в общем-то, и частные ВУЗы есть, которые, в общем-то, качественное образование дают. И у тех, кто там занимался, нет претензий, потому что, ну, ВУЗ в ВУЗу рознь. Есть и частные ВУЗы, которые там чисто для галочки заплатил деньги и знают, что ты диплом получишь. А есть ВУЗы, которые частные, но там, несмотря на то, что платное обучение, со студентов спрашивают так же, как в обычном ВУЗе. То есть учебный процесс организован достаточно на высоком уровне. И поэтому говорить о том, что если укрупнили два ВУЗа и создали монополию, это сложно. Потому что нет ведь обязаловки, будем так говорить, у абитуриентов, что вот именно сюда идите, сдавайте экзамены. Это все равно их право выбора. Они, может, наоборот, предпочитают пойти в маленький ВУЗ учиться, где там немного ребят. И, по моему мнению, где меньше группа, там больше уделяется внимания преподавателям, больше знаний получают студенты. Еще у нас остается несколько минут. Я хочу поднять тему капитального ремонта в той части, что фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об освобождении россиян старше 80 лет от обязанности платить, собственно, этот капитальный ремонт. В пояснительной записке говорится, что сроки проведения капремонта, определенных в 25-30 лет, выходит, что одинокие пенсионеры старше 80 лет вынуждены платить за неполученные услуги. По понятным причинам. То есть не смогут даже и просто-напросто. Популизм? Вопрос, конечно, очень сложный. И я, может быть, не совсем правильно себя веду, когда говорю откровенно о капремонте. Я уже неоднократно об этом говорила, что закон очень сырой, очень недоработанный, даже не касаясь 80-летних людей. А вообще, и тот факт, что у нас создан фонд капитального ремонта, это, в общем-то, в плане юридическом очень такое хитрое понятие, когда туда деньги вкладываешь, но оттуда ты их никак не возьмешь. Так уж я говорю образно. Поэтому даже сама процедура вот этих отчислений на капремонт, и этот длительный период 20-30 лет тоже касается домов новой застройки, которые на сегодняшний день ни в каком капремонте не нуждаются, но которые тоже обязаны платить отчисления на капремонт. Поэтому хорошо, когда есть СЖ или управляющая компания, которая реально думает о тех, кто там живет в этих домах, и создают свои спецфонды. Там уж четко... Спецсчет, так называемый. Да, спецсчет, да, куда перечисляются денежные средства. То есть там реально еще можно отследить судьбу этих денежных средств, и решить вопрос, куда их потратить. А то, что вот региональному оператору, я не хочу обидеть регионального оператора нашего, но у меня большие сомнения в плане того, что вот оно пойдет все так, как задумано. А что касается 80-летних, это действительно, так сказать, благотворительность фонд будущих поколений. Потому что реально, если дом там новый, и бабушка живет в однокомнатной квартире, она вынуждена платить на очистление на капремонт. Ну, дай бог ей здоровья, конечно, но 10, она 15 лет проживет, она не доживет до этого капремонта. Ну, есть ведь у пожилых людей, не знаю, дети, более молодые родственники. У всех, но тем не менее, дети, если есть, они свою нагрузку финансовую, бог говорит, несут. Они за свое жилье, которое занимают, они тоже оплачивают расходы на капремонт. Поэтому, вот мое мнение, надо было все-таки нашему правительству запустить пилотный проект в несколько регионов и посмотреть на протяжении нескольких лет, как этот закон будет работать. Плюсы, минусы, недочеты, а потом уже распространять на всю страну. А сейчас получается, что мы это тушат воды вылили на Россию и не знаем теперь, как оттуда выплыть. Вы наверняка видели, да, эти цифры, эти данные о том, сколько в этом году собираются уже отремонтировать и какова собираемость этих взносов. Ну, там явная несостыковка, да? Так оно так и будет, потому что, во-первых, нереально для многих платить эти отчисления, потому что сумма ведь получается немаленькая. А, будем так говорить, средний уровень жизни в Кировской области, он не настолько высок, чтобы так вот свободно, даже тысячу рублей, кто-то там мог своего семейного бюджета в месяц платить неизвестно куда. Но при всем при этом обратного пути нет? Ну, пока нет, пока не внесли изменения, пока закон вот в таком виде действует. Мы, как законопослушные граждане, должны его соблюдать. Я благодарю, завершается наше время, благодарю Марину Копырину, президента адвокатской палаты Кировской области, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области, за визит в нашу программу. Спасибо большое, до новых встреч, всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok